Так, короче, если Варик все-таки опоздает на всю свадьбу, то, в принципе, он может готовиться к своим похоранам. Отставить болтовню. Лучше еще раз позвонить. Это можно. Телефон абонента выключен или у меня зона действия сети. Привет! Я не опоздала? Радная, родная. Слушайте, все так неожиданно, как с них на голову. А где счастливый жених? Не перестарайся. Вдруг его удар хватит от такой красоты. Ревнуешь? Нет, я просто волнуюсь, как у тебя там все пройдет. Я думала, ревнуешь. Нина, я серьезно. Я тут думал, как бы тебе получше соврать и целую легенду придумал. Не надо. Как не надо? Ты знаешь, что это, Иван Иванович? Такой жук. Его на мякине не проведешь. Не надо его обманывать. Я ему всю правду скажу. Так немножечко приукрашу и все. А так все, как на ладони. Простая Нина Перепелкина. Вот она. Заодно сама. Не запутаюсь. Нина Перепелкина. Очень легкомысленно к всему относишься. Это очень серьезный дядька. Очень. Вдруг распусят. Гражданин следователь, я такую школу прошла. Вам и не снилось. Так. Я своих ребят попросил на всякий случай подежурить рядом. Мало ли что. Ты бы еще ОМОН вызвал. С этой, с авиацией. Война смешала. Заканчивай. Заканчивай. Нам еще нужно Надюшку к Тане отвезти. Все, я уже готова. Все. Я думала, что... Что-то я тебя больше никогда не увижу. А я боялся того, что мы встретимся. Но вот в конце концов набрался сил и... пришел. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить. Не с тем, другим, не с той, другой. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность. Чужая ревность, как беда. Хочется这个... Я и ты. *** А ты почему в больнице что-то серьёзное? Да так, пустяки уже. Уже всё в порядке. Ну вот и хорошо. Хорошо, ты вообще береги себя. Я постараюсь. Я очень рада, что ты пришёл, правда. Да, тоже мне подвиг. На моём месте так поступил бы каждый. Цветы, наверное, надо в воду поставить. Да бог с ней с водой. Я правда рада, что ты пришёл. Серёж, мне очень многое тебе нужно сказать. Не нужно, Тань, не нужно. Не нужно, мне не на что обижаться. Потому что ты кругом права. Я не могу сказать, что мне было легко слышать эти слова, но каждый из них я заслужил. Галь, ну всё, будем надеяться, что ничего плохого с ним не случилось. Да боже мой, тут мало ли что могло произойти. Телефон украли. Ну или потерял. Да, действительно. А у меня есть конструктивное предложение. Успокоиться и отложить принятие всяческих решений до выяснения обстоятельств в его отсутствии. Что он выясняет? Что выясняет? Набить ему морду и всё. Нет, ну я понимаю, что Вадик мой друг, но Галка же всё-таки сестра моя, но как-то дороже. Погоди, Дима, погоди. Василий Иванович прав, нечего пороть горячку. У меня другое конструктивное предложение. Значит так, водка стынет, шампанское нагрелось. Что мы здесь делаем? Что мы сидим? Я кафешку специально закрыл на спецобслуживание. Клиентов нет, столы накрыты. Что из-за Вадика, продуктом пропадать что ли? Всё, поднимаемся и едем. Я согласен. Галя, Галечка. Да, между прочим, мы действительно ничего не знаем, чего нам горевать раньше времени. Между прочим, телефон, могла зарядка кончиться. Да, конечно. Или просто, ну, дома забыл. И всё. А там столы накрыты, кафе закрыто, да? Да. Шампанское нагревается. Поехали в кафе. Мам, не надо кафе. Я не хочу кафе, не надо в кафе. Я сейчас пойду домой, лягу спать, и всё это будет вчера. Галя, Галя, ну, не надо так. Да ни один мужчина этого не стоит. Галя, Аня права. Так, всё, хватит все эти разговорчики. Всё, собираемся и едем все вместе в кафе. Да, всё. Народный за мной. Вадик, 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 Вадичка. Ёлки-по. Вадичка. Жень, слушай, тут пятно на скатерти, нужно её поменять. Да. И вот тут, и тут не хватает приборов. Вадик, подожди, не открывай бутылки, ещё рано. Хорошее дело никогда не рано сделают. Привет. Привет. А нас тут, как всегда, дым кромыслом. К Олимпиаде в Сочи готовитесь? Да нет, у нас события поважнее. Галочка с Вадиком женится. Ух ты, здорово. А ты покушать пришёл? Я поговорить, может, присядем? Угу, конечно. На самом деле, я надеялась, что ты придёшь. Миша, я тут подумал, а нас. Миша, ты пришёл мириться? Ну, я бы и покушать не отказался. Вот такие вот дела. Вадик. Спасибо. Боже мой. Вадик, что ж ты так неаккуратно? Что такое? Вадик. Вадик, ну ты даёшь. Ёлки-палки. Ну, рассказывай, давай. Подождите, подождите. Ну, чего вы? Жениться пора, времени нет. Мам, ну, перестань. Ну, ладно, что тебе жалко, пускай обнимаются. Женец ещё намучается. Давайте, Вадик, Галя, впитывайте, так сказать, последние минуты свободы. Да что с свободой? Так, давайте, приговорённый к браку, к месту казни быстро. Шагомаш, давайте. Что случилось? Да. Рассказывай. Да стыдно рассказывать. Я вот к тебе так спешил, что в одну штанину, двумя ногами. И во весь рост на пол. Вадик, вот это да. Расскажение просто серьёзное. Спасибо, ребят. Ребят, спасибо. Понятно вы оказались. Доставили лучше увидеть. Спасибо, что семью мою спешили. Это вам. Нет, спасибо, не надо. Ну, ну, как хотите. Мам, посмотри, как они ценуются. Ну, что? Слушай, а почему ты не позвонил, а? Я же тут чуть дела не зашла. Да я звонил тебе в тот момент, когда грохнулся, понимаешь? Вон! Ну, я потом, думаю, возьму телефон, позвоню, а потом понял, что номер-то я двоё не знаю. Понятно. Домой звонил, а там, соответственно, вас нету. Ну, естественно, мы уже здесь. Как говорится, роковое истечение обстоятельств. Ну, хорошо, что голову не ушиб, а то бы адрес забыл. Да. Ну, как говорится, в народе по этому поводу ничего, до свадьбы зажим. А какая свадьба? Ты что? Это же тайна великая. Даже от родной матери. Ну, конечно. Ну, а мы же, может быть, опозорить их можем? Ну, 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 немножко опозорить это святое дело, чтобы зря ехать, что ли? Все, все. Ну, что? Готовы? Знаешь, дитёк любезный, я тебе что хочу сказать? Ты не рассчитываешь, что одной ногой от меня отделаешься. Вот когда вы распишетесь, то я тебе всё сполна припомню, и как тут мы места себе не находили, тебя ожидающий, как ты решил расписаться. Ну, втихомов, втихаря, без моего благословения. Ну, все, я виноват, готов его понести заслуженное наказание. Ну, тогда все. Хорошо, он готов, пошли жениться, а то некоторые беспокоятся, вот там ты. Магик, последняя минута свободы. Ты же глубже, как будто нравится. Сережа, это не так, это все не так. Послушай меня, послушай, пожалуйста, ладно? Ладно, меня это вынудили сказать. Да, Танюш, я всё отлично понимаю, честно. Мне даже сложно представить, как ты всё это, всё пережила, то, что на тебя свалилось. Лучшая подруга предала её, подставила её отец, помог. Горин предал, ну и я оказался не лучше других. Друзья, гордость у меня. И пока ты там всё это время страдал, я развлекался с твоей лучшей подругой. Ты меня что, не слышишь? У меня в мыслях никогда не было тебя обвинять в этом. Я это сделала с одной единственной целью, чтобы Игорь тебя не посадил, пойми. Правда, я очень надеялась, что ты придёшь, и мы сможем поговорить. Я тоже надеялся. Ну что, мир? Мирись, 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 и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду. Что ты будешь? Лучше тебе не знать с твоей нежной иронимой психикой. Слушай, у меня нежная иронимая психика. Ну ладно, прости, не обращай внимания. Правда, как это бред несу. Ты молодец, что пришёл. Ну это не меня надо благодарить, а Виктора Николаевича. В смысле? Ну, мы с ним поговорили, подошёл. Ты что, всё ему рассказал? Про журнал? Ну да. Он меня спросил, я ему всё рассказал. Миш, ты что, правда, всё ему рассказал? А где были твои мозги в этот момент? А чего такого-то? Это же не какой-нибудь там посторонний человек, твой отец, в конце концов. Может, ты ему ещё фотки показал? Чего ты слишься-то? Просто поговорили с ним. То есть, по-твоему, я должна тебе спасибо сказать, что ты по соседям не прошёл с этим журналом. А чего ты завелась-то? Он меня спросил, что я ему буду врать, что ли? Я вообще врать не люблю. Тем более твоему отцу. Вот именно, отцу. Миш, как ты думаешь, как я должна смотреть теперь ему в глаза? Психолог. Прости, я просто не могу поверить. Серёжа, ну, я тебе объяснила. Ну, подожди, ну, ты же пришёл. Послушай, ты пришёл. Значит, давай мы с тобой попробуем это пережить вместе. Я понимаю, это тяжело. Ну, пожалуйста, я тебя умоляю. Я пришёл, потому что слаб. Просто захотелось тебя ещё раз увидеть. Вот. Вот и пришёл. Ну, ты, ты прости меня, если сможешь. Серёж, Серёж, пожалуйста, не уходи. Я тебя прошу, не уходи. Надюшка. Мама, 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 а что с тобой? Мама, кто тебя обидел? Ну, ты, 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 ты. Я не могу стрелять. Давай, подожди. Вот так же. Сейчас, сейчас, давай, давай. Стаканы давай быстрее. Поехали. Так. Слушайте, у нас какая-то свадьба ненастоящая. Драха нужна. Без драки. Что это такое? Да подожди. Ещё не вечер. Хватит кому-нибудь ещё накостылять. А я, я надолго запомню сегодняшний день, как наш однорухий бандит. Одноногий, Маша. Одноногий пират. Вёлка, дарю свою, не смеялся. Я прокинул столик с кольцами. Я думал, у работницы ЗАГСа инфаркт будет. Жених на костыле. Кольца распряжались. А вы видели тётку? Она же как-то спугу, у неё парик постоянно криво сборзал. Это на чё спать. На чё? Да. Не, ну всё-таки наши Вадик с Галей были самыми красивыми. Самыми красивыми. Ну вот тут уж. И Галя так нежно поддерживала Вадика. Да вы не волну. Вот так вот, Галя. Вот так вот. Чтобы всю жизнь. Она поддерживала его. Друга. Вы что? Не хочу всю жизнь на костылях. На костылях? А мы так мыслим. А Вадик так нежно на Галю смотрит. Ну не знаю, как Вадика, а вот фотограф постоянно пялился на Галку, видал. Всё, серьёзно? Постоянно. Почему ты мне ничего не сказал? Да я бы ему... Я бы рад, ну поправил. Значит так, я прошу всех проникнуться, что называется, торжественностью момента. Да, да. Так на лету у всех даже. Да, да, всё нормально. Вадик, Галочка, что я вам хочу сказать? Ну, конечно, кровушки моей попили достаточно. Да уж, дедушка, мама. Да, попили, попили. Но сегодня я радуюсь. Душа моя напоёт. Вот что я хочу сказать вам. Будьте счастливы. Да. Дорогие мои, любимые дети. Давайте. Счастья вам. Давай, Рыбкин, Вадик, держись. Своей все горькими мешканчики. Какая гадость, а? Горько какая-то. Горько. Хорошая шампанса. Горько. Догейм, горько. Горько. Ты что? Василий Вадик, что нравится? Чем вас в армии там поели? Говорят вам, горько. Горько. Мне нравится. А-а-а-а. Горько. 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 Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. И семь. И восемь. Девять. И десять. Вадик. У меня такое чувство, как будто я бьюсь головой бетонную стену. Я вообще-то мириться пришел, если ты помнишь. Я думал, поговорим, как люди. А я кругом виноват оказался. Если уж ты такая самостоятельная, зачем было все это затевать? Одна так одна. Пока. Будь счастлив, если сможешь. Иван Иванович, ну вот ей-богу, чисто как младенец. Мы пока вот не настолько не зацепились, как будто этот барин не чиновник, а ангелочек какой-то. Что ты мне рассказываешь? Чтобы на такой должности и оставаться белым и пушистым, да такого не бывает. Я тебе говорил, что Баринов умеет прятать концы в воду. Искать надо. Иван Иванович, люди работают, задача поставлена. Если что-то есть, мы это обязательно найдем. Да куда он денется с подводной лодки? Если бы я в тебе сомневался, тебя бы здесь уже не было. А может и нас обоих. Время, деньги. А иногда, как, например, сейчас, просто сама жизнь. Радомысельский. Иван Иванович, добрый день. Вы меня не знаете, меня зовут Нина. Меня к вам направила одна общая знакомая. Что вы хотите, подруга общей знакомой? Вам известна фамилия Баринов. Ну, предположим, и что? Дело в том, что у меня есть кое-какая информация про него, но в моих руках она бесполезна, а с вашей помощью бомбой может стать, на которой Олег Эдуардович подорвется. Как вы сказали, вас зовут? Нина Перепелкина. Ну, вы вряд ли обо мне слышали. Я все вам объясню приличной встрече. Кто такая Перепелкина? Выясни. Выясни. Вот что я вам скажу, Нина Перепелкина. Олег Эдуардович Баринов. Человек очень известный, заслуженный. И о нем я знаю все, даже без вас. Да ничего вы не знаете. У меня про него такие факты лет на десять хватит, но самое малое на пять. Он мне жизнь испортил, сами понимаете. Очень хочется его пятки поджарить. Вы меня заинтриговали. Скажите, где и когда мы с вами могли бы встретиться? Можно прямо сейчас. Я тут возле вас. Хорошо. Я предупрежу охрану, чтобы вас пропустили. То, что мы ее не знаем, это, конечно, плохо. Но то, что ее обидел Баринов, это очень хорошо. Это просто праздник какой-то. Ну, хочешь, я тебе сказку почитаю? Ты меня всегда читала, когда я болела. Доченька, когда взрослые болеют, им сказки не читают. Им лекарства горькие колют. Но я бы вот тебе только сладкие, сладкие лекарства давала. А еще сказки. А что вы еще посоветовали бы, доктор? Рассказки я сказала. Ну, вторым делом идет мультфильм с телевизором. Вот. Ну, как же можно обойтись без мультиков? Какой у вас свежий и оригинальный подход, коллега. Я это обязательно учту в своей работе. А что еще? Ну, на завтрак, на обед и на ужин, на мороженое. А еще, чтобы я была всегда рядом с мамой. С мамой рядом. Всегда. А, спасибо, коллега. Как это я раньше сама-то не додумалась до этого? Но, к сожалению, мне сейчас надо идти полечить других больных устаревшими методами. Но я спокойна, наш пациент в надежных руках. Угу. До свидания, коллега. Мамочка, а я у тебя послушный ребенок. Ты самая послушная, Надюша. Я иногда даже сама себе заведую. Слушай, Нимыч, тогда выполни одно мое пожелание. Конечно, выполни, дочь. За что угодно. Сделай так, чтобы ты больше никогда в жизни не плакала. Хорошо? Хорошо. Я постараюсь, дочь. Очень постараюсь. Мам, мам, мне тоже можно? Подожди, сначала по кругу. Потому что, что... Хотя нет. Друзья, давай. Родственники! Ребята! Ёлки-иголки! Костыль говорить будет. Значит так. Я так признателен вам, мы с Галей, ну, правда, большое вам спасибо, что вы устроили вот так неожиданно нам этот праздник. Вадиха, спасибо тебе большое. Это ты устроил нам праздник. Если бы вы заранее знали, то такой радости неожиданно и бы не было. Тамара, Кириллова, я... Вадя, все, хватит. Давай, ну, что за официоз? Называй меня просто Мама. Давай уже, привыкай, Вадь. Мама. Правильно. Называй мамой. Мы называем, и ты давай называй. Хорошо. Значит так, я полностью признаю свою вину. Он признает. Мама. Вот, Мама. Молодец. Ну, знаете, ну, просто мы не хотели с Галей как-то, ну, думали, не время сейчас праздновать. У Тани дела поправятся наши, как-то рассосутся проблемы. А потом уж, знаешь, гульнем по-взрослому. Это считаем решено, считаем это генеральной репетицией, да? Условик приближенных к боевым. Спасибо, Витя. Эх, хватит. Если ждать, пока проблемы кончатся, жизнь пройдет. Молодец, что решились. Как говорится, если ты проснулся, и у тебя нет никаких проблем, то, скорее всего, ты умер. Да. Да. Василий Иванович, ну, ребята, я вспомнила Веру. А что ж хорошего человека не вспомнить, да и... А то и в радость. Ведь Вера Кирилловна порадовалась бы за нас. А может, она радуется. Да. Окошко там открылось сверху, смотрит на нас и радуется. Давайте выпьем за тех, кто хотели бы, чтобы всегда был снаби. Да, Арман. Нет, слушайте, что за безобразие? Время идет, а молодожены простаивают без дела. У меня есть тост, между прочим. Короче говоря, сидит помидор на рее. Нет, нет, только не про помидоры, я тебя прошу. Дима, скажи, Галочка, Вадик, вы где собираетесь жить? Как это? Мама, по-моему, логично жить в моей квартире. Нет, сынок, это глупо. Это глупо. Понимаешь, у тебя сложное семейное положение. В смысле, затрудненное финансово. Так. Вам надо, я считаю, квартиру сдавать. Да. Да, жить у нас. Конечно, у нас. Правильно. Да. Да. Простите, но мне вот с этими двумя кровососами не справиться. Мама не справится. Так, Вадик, мама. У тебя появилась одна причина, чтобы пожалеть о том, что ты поженился. Знаешь, у меня сейчас больше причин, чтобы об этом не жалеть. Не жалеть. У дяди я гостила. А мне этот санаторий вреден для здоровья. Простите, а можно подробнее? Что за дядя, какой санаторий? Из СИЗО я только что вышла. Мужа моего бывшего убили, а на меня это дело повесили. На жену бывшую. А я его видела пять лет, как назад. Подождите, все это, конечно, очень интересно, только какое отношение это имеет к нашему общему знакомому? Баринов и мой бывший муж имели общие дела. Баринов ему платил деньги. Шантаж? Не знаю, не поручусь. В общем, захотел Баринов со своего кармана его скинуть и скинул. А на меня стрелки перевел. по его милости я и в СИЗО оказалась. А теперь время получить должок с Баринова. Да. Я вижу, вы всерьез намерены отомстить Олегу Эдуардовичу. Почему же отомстить? Все по справедливости. Я ему там место нагрела, пусть теперь он посидит, попарится. Что, несправедливо? Да нет, нет, справедливо, конечно. Скажите, а у вас есть какой-то конкретный план? Ну, что вы предлагаете? Миша где? Был, да весь вышел. Приходил мне недавно мириться. Слава Богу, помирись. Да, если бы. начало все нормально было, а потом, знаешь, как черт меня за язык дернул опять. Сказал, что я самостоятельная, никто мне не нужен. Ну, ты как всегда в своем репертуаре. А он? Чего? Он ушел. Ну, не расстраивайся. Он же первый ушел, да? Ну, иначе первый вернется. Черт страшно. Да, я ему вряд ли. Я ему такой ерунды наговорила. Ты знаешь, вот он уходил, когда я хотела его остановить, сказать что-нибудь. Мне как ком в горле. Ну, почему я так? Да, потому что мы тебя такой родили. Кать, ну, надо помягче с ним. Он же у тебя психолог, он тебя очень любит. Да, вообще с мужчинами надо помягче. Это я недавно поняла. Ну, ладно, он тебя любит, и он у тебя умница. подумает, вернется. Он у тебя умница. Только я у него дура. Ой, горе-то мое, ну, поела бы что-нибудь. Так он, в чем душа держится. Я не хочу. Ну, ты попробуй, может, аппетит придет, и настроение улучшится. Ой, Тусенька, если бы все проблемы можно было решить вот таким простым способом, я и Сергею уже три часа звоню, дозвониться никак не могу. Ой, Сергей, 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 слушай, надоело прям. Что? Олег, выписали? Выздоровел? Папочка, я так рада. Все хорошо? Да, все в порядке. Ну, а я знаю, вдруг сорвался, некогда болей, дома долечусь. Проблемы у него серьезные. Ну, ты подумай, а, ведь ушел человек на пенсию, нет, покоя не оставляют. Что случилось? Ну, приезжал тут один, старый друг. Значит, что-то серьезное? Ну, не знаю я, меня за дверь выставили. Ну, я так думаю, что просто так человек в больничной койке не сорвется. Ой, молодежь. Может, покажем ему, как ему нужно вальс танцевать? Ну, не бойся. Ты давно танцевал? Когда последний раз? Недавно. Ага. На выпускном балу, когда училище закончилось. Недавно. Да? Да. А как будто вчера было. Ну, что ж, подождем более подходящего повода. Пойдем, попутся. Ну, хорошо. Пойдем. Зачем, Дим? Ты что это? Ну, ты что? Да мы только растанцевали. Ничего, потанцуйте на серебряной свадьбе, тем более костырей не будет, будет все нормально. Я вас прошу, минуточка, внимание, у нас с Витей некий сюрприз, подарок для новобрачных, да и вообще для всех вас. Не надо. Витя, надо. давай дурку делать. Какой сюрприз-то. Пока же. Минку меня возьмут. О. Самые лучшие слушатели слушают самую лучшую музыку на самые лучшие радиостанции. Не уходите с нашей волны, и вы сейчас в этом убедитесь. Впервые в эфире новый хит нашей новой супер-мега-звезды Витя Рыбкина. Лада, чего вот, чего вы подумаешь? Танцуем. Прости, Вася, молодой человек. Развитая, молодец. Молодец. Позорен твоей улыбкой день, Я тобой горю, Я тебе дарю Нежность всю И преданность свою. Ты для меня одна. А ты теперь знаменитостью станешь. Да ладно, чего там. Между прочим, эта песня, как ты понимаешь, посвящается жене. Жаль, я с ней не знакома. Ты женой? Да, женился как-то давным-давно. А что ты спрашиваешь? Ты же там присутствовал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Продолжение следует... Это я. Пока все тихо. Да откуда я знаю? Если через 10 минут не выйдет, пойду за ней. Все, давай. Мы строим и хитро, между нами высоченная стена-стена. Не пойму никак, зачем она нужна. Между нами высоченная стена-стена. Не пойму никак, зачем она нужна. Ну как? Ну что, бодренькая. Да, ну если честно, мне не первая песня больше все-таки понравилась. Это шансон, да? Да при чем здесь шансон и шансон? Ань, ну не в каждой же песне должно именно только о любви-то петься. Ну, не взяли, просто скажи. Ну скажи прямо, нравится, нет? Да ты что? Ты меня спросил, я тебе ответила. Чего ты заводишься? У тебя он есть от кого похвал не выстушивается. От своей муалетки. Какой это, Марго? Мирабелла ее зовут. Марго. Мэри, Мэри, понятно? Да какая разница, Мэри? Да, конечно, какая разница. Что ты вообще в этом понимаешь, Ань? Да я на эту девчонку во всем положиться могу, понятно? Я за ней как за каменной стеной. Она меня, кстати, понимает. Верит в меня. И не гундит по поводу и без повода. Ну прекрасно, прекрасно. Да и целуйся со своей, Мэри. Что ты от меня-то хочешь? Добро пожаловать в наш сумасшедший дом. Ань. 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 Мишка, Мишка, слушай меня внимательно, давай вышли мне эсэмэськой свои паспортные данные. Зачем, зачем? Много будешь знать, скоро застаришься. Давай, я жду, пока. Шеф, знаешь, где ближайшая авиакаса, а? Шеф, знаешь, где ближайшая авиакаса. Привет. Поехали. Привет. Между нами высоченная стена, стена, не пойму никак, зачем она нужна. Между нами высоченная стена, стена, не пойму никак, зачем она нужна. Таня как-то чудом отскочила, а Сергей попал по полной под раздачу. Реанимация, лечение тяжелое. Точно знаю, что эту аварию подстроил Баринов, но доказательств у меня нет. Да. Историю вы нам рассказали очень интересную. А, Виталик, мы с тобой Олега Эдуардовича едва ли не клику святых причисляем, а он, вон как. Один хороший человек из-за него в тюрьму попадает, другой хороший человек в аварию. Скажите, Нина Перепелкина, а что вас связывает с Татьяной Разбежкиной? С Таней мы пять лет назад сидели вместе в СИЗО. А туда вы по какой причине попали? Муж меня пил и буянил часто. Была семейная ссора и я ударила его. Покалечила и попала. В СИЗО мы с Таней сидели. Недолго потом нас развели по разным зонам, но дело не в этом. Когда-то нам Баринов устроил сладкую жизнь, теперь его черед. А сама Татьяна Разбежкина? Танька не хочет мстить. А я вот не такая добренькая. Я считаю, если нагадил, получи. Ну что, подпишитесь на это дело? Лёне, ну что, вы долго куковать тут собираетесь? А чего так мало? Лёне, у вас там люди ждут, молодые? Ну, я шучу, а что вы? Ну, целуйтесь, целуйтесь. Ребята. Василий Иванович, я не делом заняты, а вы мешали. Ну, хорошо. Вы тут целуетесь, только недолго. И к нам. Зачем меня мать выдавала? Знаешь что? Что? У тебя такие замечательные родственники. Да. Да. Мама, я ее, знаешь, я ее просто обожаю. Сосед какой, замечательный. Ой, сосед прекрасный у нас, полковник наш, да. Только, если не решили нам всю ночь романсы петь, я их буду просто убивать. Ну, что же нам делать-то? Бежим. Ну, бежим. Ну, держись, браток. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты издеваться пришёл? Полюбоваться на то, что ты со мной сделала? Ушёл к своей разбежки на нынду идти? Не мучай меня. Ошибаешься. Хочу сказать, что... Что ты... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова